еще раз всем привет спасибо что присоединились в последний день лета послушать интересные вещи и сегодня мы поговорим о том как быстренько сделать простой чат-бот для telegram для вашего сайта и сделать это можно с помощью тепла бота это такой плагин для wordpress который был создан теплицей команды разработки и особенно благодарность ани ладошкиной и сегодня мы посмотрим что это какие есть возможности как это быстренько сделать то есть прям посмотрим на сайте давайте двигаться дальше сейчас быстренько скажу стандартные вещи для тех кто смотрит записи значит меня зовут алексей ниц и я являюсь вент редактором то есть все что касательно мероприятия если у вас есть какие-то предложения или замечания можете писать мне и также я веду вебинары и и вот такие как этот и видео уроки и моя почта есть здесь вы можете мне писать напрямую либо в фейсбуке я отвлекусь пока на чат и вот пишет что не слышно марина сейчас напишу чтобы перезагрузить вкладку так и значит если какие то есть вопросы да обязательно пишите мне я буду с радостью там читать и пытаюсь ответить если там буду полезно наш сайт выглядит таким образом значит мы буквально в апреле этого года сделали редизайн сейчас там много чего интересного адрес сайта te-st.ru и в социальных сетях мы везде слэш теплица ст то есть это в контакте фейсбуке в твиттере везде принципе очень просто нас найти и есть у нас вкладка мероприятия там можно посмотреть анонсы будущих мероприятий тоже очень удобно по форматам и по городам разбито и также вы можете посмотреть отчеты предыдущих мероприятий которые уже прошли то есть если вы не пустели но вам кажется что-то интересное было можете посмотреть часто мы выкладываем в принципе и записи и презентации спикеров то есть все что вы могли пропустить вы можете найти здесь также у нас есть собственно плейлисты в первую очередь это плейлисты вебинаров то есть если вы пропустили какой-то из вебинаров вы можете посмотреть и найти его вот на нашем канале на ютюбе ссылка крикабельно кстати если презентацию потом скачать фпдф то вы сможете перейти по ссылке мы проводим два вебинара в месяц соответственно достаточно много вебинаров уже накопилось по разным темам очень полезно можете посмотреть и показать своим друзьям и второе это онлайн уроки или скринкасты такие небольшие видео в которых я рассказываю как пользоваться тем или иным онлайн сервисом или программой это также будет вам полезно если вы хотите делать это или использовать например своей работе либо просто в личных каких-то целях там много чего по дизайну по безопасности с другими вещами по wordpress и так далее то есть тоже посмотрите сейчас там уже больше ста видео уроков двигаемся дальше естественно я призываю вас подписываться на наш канал на ютюбе потому что действительно контент становится очень много и очень много полезного и чтобы его не пропустить то рекомендую вам подписаться и вы будете получать уведомления и первыми узнавать что происходит нового ссылка как бы вот кликабельная здесь окей супер и теперь мы переходим непосредственно к теме и тема звучит как создача от бота для вашего сайта с помощью wordpress плагина теплобот в первую очередь естественно мы говорим о том о тех сайтах которые созданы на wordpress так давайте я прервусь вопрос в том что нет звука так а сейчас есть звук раз два три четыре а сейчас меня слышно один два три четыре пять слышно ли меня напишите в чате если слышно или не слышно раз два три четыре пять теперь слышно или нет то я думаю что будет очень печально если я рассказываю и ничего не слышно давайте потратим минуту и подумаем как это решить отлично слышно так у кого еще слышно ну давайте давайте надеюсь что слышно так многие ну в общем мы если кто-то меня слышит логично что это работает мари напишет что звук не появился мари напишет что у вас возможно ими отключен звук или в кладке браузера так ну вот давайте ради интереса просто я не знаю вот я уже услышал например звук вообще в системе у меня же есть сейчас я быстренько разберусь так понятно что все работает почему-то медленно так у меня звук и да окей в общем все отлично да давайте больше не будем при прерваться наверное потому что все таки проблемами именно с браузерами и так далее все таки продолжим ну что если у кого-то не звука придется посмотреть потом записи итак значит сегодня мы будем говорить именно о сайтах которые созданы на wordpress соответственно мы создали плагин для wordpress который быстренько позволяет делать чат-бот это достаточно просто надо сказать что а чат-ботов мы достаточно много уже писали и делали материалов в прошлом месяце поэтому в первую очередь рекомендую вам ознакомиться с этим материалами чтобы их найти можно перейти по ссылке с тегом чат-бот а вот она здесь есть эта ссылка и почитай там уже 27 материалов соответственно чтобы более подробно понять что это такое как это работает будет достаточно просто их просто почитать просмотреть и также я рекомендую посмотреть две записи вебинаров в первую очередь это записи вебинара про то что такое вообще чат-бот и что о них нужно знать ссылка здесь есть и второй вебинар это как создать чат-бот без программирования с помощью сервиса many бот также ссылка здесь есть итак давайте перейдем теперь непосредственно к тепло боту и так тепло бота телеграм-бот для wordpress да то есть это официальный плагин который вы можете скачать либо по ссылке либо добавить его в административной панели вашего сайта что в принципе мы сегодня и будем делать а покажу как это делать достаточно просто вот всю информацию которую необходимо там техническую посмотреть о возможностях там каких-то скриншот и так далее можно перейти по ссылке и там будет видно все значит в двух словах давайте быстренько пробежимся вообще почему telegram собственно да и почему общий чат-бот так популярны что это такое в двух словах в первую очередь telegram это очень быстро растущий по аудитории messenger который вот имеет 100 миллионов активных пользователей в месяц и 350 тысяч новых пользователей подключается каждый день соответственно этот мессенджер растет очень и очень быстро и вот все пользователи 15 миллиардов сообщения отправляют каждый день и во первых он облачный мессенджер это что значит что во первых есть версия для всех операционных систем если от десктопов то есть для компьютеров для ваших смартфонов и все хранится в облаке то есть на вашем телефоне ничего не хранится это большой плюс в чем в том что например если вы пользуетесь на телефоне вы также можете быстренько продолжить пользоваться например на компьютере или вы если по какой-то причине удаляете например приложение да то потом загрузив его вы ничего не теряете все что там у вас было история сообщений так далее все это у вас там есть соответственно вы можете там загружать файлы все это у вас будет никуда это не пропадет вот поэтому как бы очень быстро растущий мессенджер и советую если вы еще не пользуетесь обязательно посмотреть как это работает и для вашей там целевой аудитории для вашей организации это будет полезно опять же это очень удобно просто рекомендую да посмотреть вот предыдущие материалы и вебинары потому что там я более подробно рассказывал что это такое и в двух словах про чат-бот и что это такое значит это когда по сути вам в чате отвечает не человек да а программа то есть вы отправляете какие-то запросы и в ответ можете получить вам необходимую информацию то есть это например там быстрее можно найти что туда заказать что-то и так далее то есть это просто упрощает вам взаимодействие вам не надо переходить на внешний сайт что-то искать и так далее вы все это можете делать в окне вашего мессенджера и это очень удобно и быстро и намного быстрее и чат-боты по сравнению например с мобильными приложениями они также более актуальны потому что они дешевле стоят практически это можно сделать бесплатно вы можете потратить только свое время да и на промо и и так далее вы можете также потратить меньше сил потому что по сути не надо никуда загружать у вас будет ссылка и эту ссылку просто нужно будет распространить по вашей целевой аудитории а это намного быстрее и опять же дешевле и так вот почему telegram почему это так быстро растет и поэтому стоит обратить на это внимание и попробовать использовать у себя и касательно вордпресса до существует два типа собственно создания сайта да как мы знаем первое это когда мы пишем с нуля код или используем какие-то части фреймворки да но с помощью кода делаем сайт и второе когда мы используем cms это системы управления контентом ну собственно это условно говоря только конструктор сайтов и таких конструкторов сайтов очень много так вот почему wordpress потому что он является самым самым популярным и как вы видите по статистике почти 60 процентов всех сайтов созданных на cms он они созданы на wordpress и соответственно если взять вообще все сайты которые существуют то примерно 27 процентов почти работает на wordpress и поэтому если вы там задуматься о том чтобы создать сайт подумать о том чтобы сделать это на wordpress если еще этого не сделали потому что это популярная очень система она с открытым исходным кодом и она становится бесплатно и достаточно очень много обновлений выходит и она очень хорошо подходит для многих многих целей не только для того чтобы создать блоги поэтому мы собственно вот прицепляем вас обратить внимание на wordpress если вы этого еще ранее не сделаем итак двигаемся дальше и собственно вопрос что же этот бот чат-бот для вашего сайта может сделать да вот есть такая схема и у у как бы телеграма есть бот api это канал который позволяет вам по сути получать данные и транслировать и их из одной точки в другую то есть если вы подключается ваш чат-бот к сайту соответственно вы берете информацию с вашего сайта и транслировать ее каким-то образом через команды по запросам пользователей собственно в сам мессенджер то есть это такой прямой канал когда вы можете адаптировать информацию и ваши пользователи могут быстрее получить с помощью вот чат-бота в telegram вам и то есть пользователям не нужно будет заходить на сайт они все будут получать вот в мессенджер это достаточно удобно что для этого потребуется естественно что в первую очередь потребуется сайт на wordpress и этот сайт должен работать обязательно через протокол https то есть у него должен быть сертификат ssl безопасности и в данном случае подходит либо самоподписанный сертификат либо let's encrypt это организация которая позволяет вам получить бесплатно этот сертификат безопасности вы можете также перейти по ссылке здесь и посмотреть как это делается если ваш сайт еще не работать на https потому что все-таки вопросы безопасности встают очень сильно когда вы хотите передать какую-то информацию соответственно вот этот протокол он более такой безопасный по сравнению с привычным и и уже достаточно большинство наверное хостингов которые предоставляют вам место для вашего сайта уже изначально используют этот протокол поэтому по сути нужно узнать если у вас еще нет узнать просто своего хостинга как это работает и если там можно подключить но по сути по умолчанию у многих это должно работать и второй момент что вы должны сделать это вы должны создать самого бота в диалоге с ботфазер 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 это такой главный борт в телеграме который позволяет создавать других ботов и соответственно команды для этих же ботов и мы сегодня посмотрим как это делается ничего сложного в этом нет и итак итак для начала несколько слайдов и потом перейдем именно непосредственно к показу как это работает естественно что мы сделали свой бот на основании этого плагина который позволяет искать информацию по нашему сайту так как информации действительно очень много этот бот помогает и он прям очень облегчает поиск то есть как видите можно искать по ключевым словам и так далее также например другой пример бота который был создан с помощью этого плагина это антон тут рядом организации и бот тут рядом бот что этот бот делает он выдает цитаты подопечных и призывает потом пожертвовать сделать пожертвования то есть так как плагин он открытый да с открытым исходным кодом то любой разработчик может дописать и сделать что-то новое и дополнить его и это будет функционал более расширенный что умеет теплобот во первых есть команда поиска по сайту надо сказать что во первых чат боты можно использовать не только в диалоге просто да с ним когда вы добавляете этого бота к себе и один на один с ними общаетесь но также чат боты можно добавлять в общий чат и когда например есть несколько человек которые общаются между собой тогда будут доступны команды всем таким образом вы можете сделать команду например s поиск по сайту и все будут доступны всем будет доступна возможность искать информацию по тому сайту которому этот бот собственно собственно прикручен вторая команда то есть вторая возможность это естественно писать дополнительные команды которые есть пока возможность есть добавить пять команд мы немножко позже посмотрим как делается и например вы можете создать команду events да то есть когда человек может искать информацию о будущих и ближайших мероприятиях которые есть которые публикуются на вашем сайте также очень важно что так как теплобот это плагин для wordpress то администраторам сайтов доступен лог сообщений то есть все что происходит в вашем боте да как обменивать информацию с сайтом какие ошибки и так далее можно смотреть в блоге и это например можно быстрее разобраться в чем проблема если что то не работает или что вообще происходит и также еще доступна команда пост когда вы можете собирать информацию от ваших пользователей правда на данный момент доступна функция только текстового сообщения то есть если пользователь пишет слэш пост пробел и текст сообщения то эти записи они автоматически как черновики добавляются на сайт как вы видите да и потом например редактор сайт или администратор сайта эти сообщения может опубликовать в будущем будет доступны новые функции например добавление геолокации добавление фотографий и таким образом вы можете например собирать любую информацию от пользователей вашего сайта и быстренько ее визуализировать и например делать какие-то карты например если какие-то происшествия происходят так далее то есть буквально ближайшее время эти функции будут добавлены и они действительно позволяют собирать очень важную информацию дальше вот этот слайд я анне ладошкины вот очень обещал добавить его потому что как она говорит что действительно этот плагин очень легко доработать тем людям кто владеет какими-то навыками разработки но для меня например это является несколько сложным моментом мне кажется действительно сложно тем не менее как уверяет она что это действительно очень просто то есть любой разработчик который понимает как это работает какие происходят вещи как вообще функционирует например плагин для wordpress он спокойно может дополнить сделать что-то новое это новые функции добавить и так как это плагин с открытым исходным кодом то вы можете естественно его найти на гитхабе посмотреть скопировать дополнить применить какие-то других проектах сделать на основе него сделать на основе его какой-то новый плагин и так далее давайте еще немножко отвлекусь в чате пишут что нет звука сейчас буквально потрачу опять же еще 30 секунд чтобы скопировать людям ссылку чтобы они проверили как они подключаются потому что возможно просто ошибка у них да такое бывает но технически так ну потому что на самом деле да странно что есть как бы изображение но звук слышит только один человек если он слышит значит все работает хорошо и и так 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 сейчас я еще проверю так что еще может быть в чем может быть еще проблема сложно сказать хорошо давайте продолжим дальше в общем значит остановились мы на том что открыт исходный код этого плагина естественно что разработчики могут внести свой вклад и вы можете писать добавлять какие-то свои комментарии на гитхабе и давайте теперь посмотрим как это работает перейдем сейчас я буду показывать свой экран так давайте пошире сделаю чтобы было видно все даже увеличу так начать демонстрацию окей полный экран так теперь вы видите мой экран супер значит я пока перейду тогда значит изначально давайте смотрите мне потребуется во первых если вы хотите со мной делается может также открыть телеграм если у вас есть и параллельно что-то делать в принципе это неплохо я наверное сейчас когда буду создавать чат-бот я вам просто скину ссылку потом посмотрите как это работает так естественно что в первую очередь нам нужен какой-то сайт на wordpress вот у нас есть такой тестовый сайт на котором мы тестируем вообще наш теплобот естественно что у вас есть например если есть реальный сайт да вы можете попробовать прямо вместе со мной сейчас поделать что-то как это работает увидите сразу и как как раз поймете если какие-то ошибки или проблемы с установкой потому что опять же это очень важно чтобы был htps итак все что нужно делать нужно перейти в административную консоль и вот здесь плагины добавить новый мы переходим и здесь в поисковой строке вводим теплобот вот нажимаем установить и после установки сейчас надо активировать его если никаких ошибок не будет значит все установлено хорошо смотрите у нас появилась меню кнопочка теплобот мы нажимаем на нее переходим сюда значит первое что нужно сделать это нужно создать новый чат-бот и вписать сюда токен все это делается где это делается в чат-боте который называется the godfather то есть вы переходите в telegram botfather botfather вот добавляете его к себе и botfather позволяет вам создавать ботов новых вот команда newbot create newbot создает новый бот название любое это просто текстовое описание давайте бот для вебинара какого-то теперь нам надо придумать название как он будет называться именно когда в поисковой строке человек его будет вписать и очень важно чтобы это название было всегда там заканчивалось на слово бот то есть вы можете например написать 3108 например вебинар вебинар бот вот это будет наше название для бота вот это имя недоступно соответственно попробуем другое давайте 3108 и нижнее подчеркивание бот тоже не работает давайте какой-нибудь еще например 3108 2016 в слэш бот так так давайте вот так 3108 просто все имена должны быть уникальными поэтому очень сложно конечно найти имя которое будет работать очень странно в самом деле давайте еще раз тест 3108 вебинар бот есть супер наконец-то мы нашли имя которое не занято то есть вот это я вам сейчас скопирую то есть при желании вы можете поискать его вот в телеграме а я дальше сделаю следующее то есть все что нужно сделать надо скопировать токен такой код вот мы берем копируем и вставляем сюда где ключ токен вставили дальше я расскажу давайте о полях смотрите приветствие это то что будет видеть человек когда первый раз находит ваш чат бот вы можете изменить это описание подсказка это то для чего вообще это нужно это например при хелпе когда вы будете команду help написано в общем сейчас об этом давайте не будем думать то есть в принципе все настройки на одной странице давайте мы это удалим надо сохранить изменения значит и проверить ключ то есть вы подключили ключ надо проверить работает ли он или нет вот мы нажимаем проверить ключ и ключ связан да действительно видите что теперь сайт связан с этим ботом то есть вот тест 3108 вебинар бот он теперь привязан к этому сайту теперь надо установить соединение мы нажимаем эту кнопочку установить соединение все соединение установлено и собственно это работает Теперь, смотрите, уже автоматически вы можете его найти, теперь этот чат-бот. Так, я его тоже сейчас добавлю себе. Копируем, в поиски вводим. Вот, он есть у нас, и смотрите, при нажатии старт, во-первых, help. Это то, что было написано, вот то сообщение, которое можно изменить. Вот, смотрите, вот я могу найти что-то полезное на сайте. Вот это можно изменить вот здесь. Вот здесь вот эту надпись можно поменять. Итак, смотрите, этот, значит, чат-бот, он уже может искать информацию по сайту. Например, инфографика. Вот, видите, уже есть два результата. То есть просто вам не надо никакие команды вводить, да, вы просто можете ввести какое-то ключевое слово, и по этому ключевому слову в беседе с чат-ботом он будет показывать вам результаты. Мероприятие, да. То есть пока это просто по ключевому слову. Все, что нужно сделать, теперь нам нужно добавить команду. И сейчас мы это покажем, как сделать. Вот, а я пока вернусь сюда. В общем, есть какие-то проблемы технические с платформой сегодня, но, к сожалению, я никак не могу повлиять на это, так что вы, наверное, посмотрите в записи. Так, ладно, я продолжу. В общем, теперь что нужно сделать? И можно сделать, теперь можно создать команды, а я просто еще расскажу про эти, значит, поля. Во-первых, если у вас сертификат, опять же, самоподписанный, да, как я говорил про HTTPS, вы можете его сюда вставить. Главное, чтобы все подключилось и все работало. Значит, теперь про подписки мы пропустим, потому что, вот, как я уже говорил, новые команды, которые будут доступны, это SAP и UNSAP, они, в принципе, сейчас работают, но немножко некорректно, мы о них говорить не будем. Сегодня мы поговорим о каких-то стандартных командах. Вот, смотрите, например, давайте сделаем команду S, поиск, поиск по сайту. Так, сюда, а здесь мы напишем тип записей, это ноут. Смотрите, на сайте существуют разные типы записей. По умолчанию это просто записи, это ноуты, но также бывает так, что на сайте есть другие типы записей. Это, например, сообщения, как здесь, либо там мероприятие, либо еще что-то. Это прямо отдельный тип, вообще выделенный и созданный специально программистом. То есть по умолчанию это ноуты. То есть, например, если мы вводим команду, нам надо назвать ее как-то, потом сказать, по каким записям эта команда будет искать, и описание команды сделать. Давайте сделаем еще. Например, MS messages. Это команда, которая будет искать по записям, по сообщениям. Давайте мы посмотрим, как они называются сейчас. Так, они называются ноуты, а записи называются... Сейчас, прошу прощения, просто чтобы не перепутать. пост, пост и ноуты, да. Давайте мы сделаем так, ноут, это пост. По сообщениям. И команда пост, это то, что, например, как я уже говорил, есть возможность, чтобы человек делал записи, да. Вот, то есть, в принципе, ее даже здесь прописывать не надо, наверное. Значит, мы здесь прописали команды, теперь же их нужно прописать, сделать их доступными чат-боты. Для этого нужно, опять же, перейти в Telegram и прописать команды. Это делается именно в BotFuzzere. Здесь есть команда set comments. set comments. Я выбираю бот, и теперь важно, чтобы все команды были прописаны вместе. Если вы по отдельности будете писать команду, описание, потом ввод и так далее, она будет сбрасываться. То есть, нужно все команды написать вместе. Чтобы эти команды были доступны по вот слэш, да, когда человек вводит в этом вашем чат-боте. Давайте сделаем это. Смотрите. То есть, вот, пишем s. Поиск по сайту. Потом нажимаем shift ввод. mgs. mgs. поиск по сообщениям. И, например, пост. Это... напишите свое сообщение. Так, и теперь давайте перейдем к каким мы еще сделали. Ну, давайте достаточно пока. Наверное, три команды. Сейчас я правильно проверил, я сделал mgs. Да. Напишите. Вот. Значит, я нажимаю ввод, и теперь смотрите, что произошло. Вот эти команды, они прописаны. Теперь, когда я здесь в своем боте слэш ставлю, да, то у меня возникает вот этот вот уже автоматический список команд. То есть, по сути, как я говорил, что поиск по сайту проходит уже без команды. Но если вы в общем чате, да, где несколько человек, желательно эту команду добавить. То есть, s пробил, например, инфографика. Вот, видите, произошла вот такая штука. И если, например, я возьму и добавлю теперь mgs, это только будет по записям, которые добавили пользователи, например. Слово «Привет». То вот есть такие сообщения. И давайте сразу проверим команду «Пост», что с ней вообще произойдет. Так, команда «Пост» работает так, что я ввожу команду «Пост», а потом какое-то сообщение. «Кривет, я хочу оставить эту информацию, чтобы она опубликовалась на сайте». Ну, в общем, так, на сайте. После того, как сообщение отправлено, бот предлагает сделать следующее. Он может позволить пользователю получить уведомление о том, когда пост на сайте будет опубликован. То есть я ставлю «Да», «Сообщить». И смотрите, значит, как только это сообщение, которое сейчас на сайте мы увидим, оно будет опубликовано на сайте, то я получу уведомление. Значит, теперь посмотрим, где это вообще есть. Значит, во-первых, действительно, давайте перейдем в журнал запросов. Это то, что я говорил. Да, вот здесь есть все описания, что происходит. Пользователи тоже можно посмотреть. То есть администратор будет видеть все, откуда, что, где происходит, какие есть ошибки и так далее. Самое главное, что если у вас что-то не работает, рекомендуется задать вопрос. Вот здесь есть кнопочка «Задать вопрос». Если вам что-то непонятно, что-то не работает, прям пишите в нашей команде разработки, они обязательно разберутся. Также вы можете поставить задачу на платформе «Ативолонтер» нашу, опубликовать задачи, и вам также помогут. Теперь что мы делаем? Мы посмотрим, как мое сообщение, которое я сейчас только что отправил через команду «Пост», оно у нас появилось. Во-первых, как вы видите, оно в черновиках. И вот есть сообщение, которое я написал. «Привет, я хочу оставить эту информацию, чтобы она опубликовалась на сайте». Например, я ничего менять не буду, я просто как редактор сайта, например, ее опубликую. То есть представьте себе, что когда у вас у себя есть какая-то информация важная от пользователей, вы можете это делать и потом публиковать. Я жму «Опубликовать», и что вы видите, что перейдя в Телеграм, я вижу, что я получил уведомление, что ваше сообщение опубликовано, и пользователь получает это уведомление. И он может перейти по этой ссылке и увидеть, что действительно на сайте его сообщение опубликовано. Это очень хорошо может работать при разных возможностях, особенно для некоммерческих проектов, когда, опять же, вы собираете какую-то обратную связь информацию важную, да, и с помощью модерации, когда человек может посмотреть, все ли так вы заполнили или нет, также вы можете опубликовать на сайте. То есть, говорю, таким образом можно собирать различные новости, происшествия, информацию важную от ваших пользователей, какие-то запросы и так далее. То есть это, по сути, некий краудсорсинг, да, когда с помощью людей вы собираете какую-то важную информацию. Вот это вот так работает. Так, я перейду обратно. Окей, так, двигаемся дальше. Что еще можно показать? То есть вы можете создать, опять же, несколько команд, как я уже говорил, да, и поменяется описание приветствия. Здесь вы можете дополнить команды. Вы можете команды, позволяющие, например, искать информацию только в определенных записях и так далее. То есть это, в принципе, достаточно просто, но удобно, и тогда люди смогут быстрее находить ту важную информацию, которая нужна. Вот здесь, как видите, да, целевой посттайп для сообщений пользователей. Вы здесь можете также показать, куда будут записываться сообщения, которые делаются с помощью, там, вот, пользователей и команды пост. Понятно, да? Так, значит, что еще можно рассказать? В принципе, в принципе, значит, базовый формат такой. То есть плагин вам позволяет связать ваш сайт с чат-ботом в Телеграме, да? Вы его создаете в ботфазере, потом сюда же пишете те команды, которые вы хотите, чтобы появились на, вот, у человека в чат-боте. Эти же команды вы прописываете изначально в настройках плагина и указываете там заголовок, результат, как это все работает. Вы можете более подробно описать, чтобы было понятно. Вот. И важно еще раз, чтобы команды вы прописывали вместе, да? Не, то есть, не ввод, а просто shift-ввод, когда вы в одном сообщении, условно говоря, ботфазеру пишете все команды, которые нужны. Вот так. И, собственно, таким образом вы можете позволить людям находить информацию на вашем сайте. Давайте посмотрим, как работает чат-бот Теплицы. Бот. Теплицы тоже есть там на чат-боте. Мы посмотрим. Значит, еще раз. Нажимаем старт. Ничего не происходит. Нажимаем help. Это общее меню выскакивает. Да, обычно это может не работать, потому что... Так. Ладно, давайте я это уберу сейчас. Так. Теперь... Бывает так, что когда вы удаляете и потом добавляете, опять, может быть, неправильно работает. Так. В общем, ладно, давайте посмотрим сообщение. Интересно, почему не работает. Так. Вот, все, заработало. Итак. Смотрите. Вводим help. И тут, в общем, все, что необходимо знать пользователю. Да. Вы можете вписать это, опять же, вот в том поле настройка. Вот здесь. Подсказка. Значит, здесь я могу, например, найти какие-то свежие материалы на нашем сайте. Это то, что было вот опубликовано буквально вот сегодня вчера, да, новое материало. Также я могу мероприятия посмотреть. То есть, какие мероприятия в ближайшее время. Вот сейчас вебинар идет, в Ульяновске пройдет, в Metap Теплице сегодня пройдет в Москве, блокчейн, и в Metap Теплице в Нижнем Новгороде. Что еще можно посмотреть? Пока что ничего, но это уже намного быстрее позволяет вам искать информацию на сайте. И, допустим, я хочу какой-нибудь про блокчейн, да, что-нибудь найти. И я сразу получаю информацию о блокчейне. Видите, много постов, например. Я могу дальше нажимать и смотреть, что еще есть, какие. И просто потом нажимаю и перехожу по ссылке. Также это работает в как бы в мессенджерный телефоне. Вы также можете перейти по ссылке потом очень легко. То есть, это упрощает вам жизнь с поиском информации на сайте. И для ваших людей, которые для вашей телеводитории, которые читают ваш сайт, это очень полезно будет, да. И, то есть, ближайшие возможности это подписка на уведомления и сбор информации от пользователей тоже очень здорово. Так, хорошо. В общем, это все, в принципе, что я хотел рассказать. Давайте мы тогда перейдем к вопросам и ответам, если такие есть. Так. Есть ли какие-то вопросы у тех, кто меня сегодня слышит? Вопросы, вопросы, вопросы. Каким-то, да, техническим проблемам были вот сложности с тем, чтобы люди слышали, но, как бы, это вопрос платформы, поэтому я, к сожалению, ничего не могу сделать. Если вам нужно скачать презентацию, вы можете это сделать, и потом, собственно, если вы смотрите в записи, на YouTube, прямо в описании будет ссылка на презентацию. Окей, в общем, если нет вопросов, тогда большое спасибо, что присоединились, и до встречи на следующих наших вебинарах. Если что, пишите мне, я буду с радостью отвечать на ваши вопросы. Все, всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok